Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. И сегодня мы с вами приготовим шоколадный бисквит на горячем молоке. Также его называют шифоновый или американский. Получаются такие бисквиты ровненькие, не крошатся и прекрасно подойдут для любых шоколадных тортов. Для приготовления нам понадобится молоко, сливочное масло, какао, яйца, сахар, мука, щепотка соли и разрыхлитель. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Замешаем тесто. В миске смешиваем 200 г муки, 10 г разрыхлителя, это 2 чайные ложечки и 30 г темного какао. Все хорошо, тщательно перемешиваем. Сухие рассыпчатые ингредиенты подготовлены, пока отставляем их в сторонку. И в другой емкости смешиваем 4 яйца, щепотку соли и начинаем взбивать миксером. Сначала на средних оборотах. Постепенно начинаем добавлять сахар. У меня 180 г. Если любите послаще, то можно добавить 200 г. И продолжаем взбивать. Взбиваем в белую пышную массу. Масса должна побелеть и увеличиться в 3-4 раза. У меня этот процесс обычно занимает 6-7 минут. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. На поверхности, когда мы делаем вот так миксером, в течение нескольких секунд должен оставаться небольшой след. Значит, яйца достаточно взбиты. И в другой емкости смешиваем 150 мл молока и 80 г сливочного масла. Масло с молоком ставим на небольшой огонь и доводим до закипания. Но не кипятим. И пока просеиваем все рассыпчатые ингредиенты. Делаем это в несколько раз постепенно. Просеиваем одну часть. Аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх. Миксером перемешивать не рекомендуется, иначе яйца осядут. Затем просеиваем следующую часть всех сухих ингредиентов. И продолжаем перемешивать. И так до конца перемешиваем все до полной однородности. Пока мы перемешивали, молоко со сливочным маслом полностью растопилось, стало горячим. И постепенно в два раза добавляем растопленное молоко и сливочное масло. И еще раз перемешиваем. На моем канале уже есть рецепт шифонового бисквита, но тот бисквит не шоколадный. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Подготавливаем формочку. Я буду использовать разъемную форму. Диаметр моей формы 21 см. Я ее хорошо обкладываю фольгой. Фольгу я сложила вдвое. И переливаем тесто в форму. Как вы смогли заметить, консистенция у теста не густая, а довольно жидкая. Так и должно быть. Форму немного пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух. И отправляем запекаться в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Проверяем с помощью деревянной шпажки. По истечению данного времени достаем бисквит. Даем ему немного остыть. И извлекаем его из формы. Посмотрите, какой красивый и пышный бисквит у нас получился. И получаются такие бисквиты довольно ровные. Шапочка совсем небольшая. Остывший бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник. Можно на несколько часов, а можно на ночь. Это помогает для того, чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту. Таким образом, нам будет его намного легче разрезать. Разрезаю бисквит на три равных коржа с помощью ножа и нитки. Вы только посмотрите, какие красивые коржи у нас получились. Шелковистые, ровные. Они почти не крошатся и получаются с красивым шоколадным цветом и приятным шоколадно-сливочным вкусом. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!